Призраков При этом, совсем не обязательно, что нас ими пугали Это какой-то природный страх Возможно, страх не столько перед самим призраком Сколько перед неизвестностью Встречали ли вы людей, которые действительно видели что-то подобное? Ведь, как по мне, все эти истории, пересказанные из уст труста Всегда были крайне сомнительны Кому-нибудь доводилось действительно их встречать? И так ли это страшно на самом деле, как нам кажется? Сегодня мы предлагаем вам посмотреть 10 реальных видео На которых зафиксированы призраки и паранормальные явления Авторы которых настаивают на их подлинности и оригинальности Ну что ж, наполнимся духом приключений И отправимся в мир страшных потусторонних наблюдений Этот 11-летний мальчик Марк утверждает, что он общается с призраком Он вместе со своей семьей живет в небольшом городе Спаништаун на Ямайке Его родители говорят, что уже многое пробовали Ходили в церковь молиться, вызывали специальную службу Но призрак не отходит от Марка, везде следуя за ним, неординарно проявляя себя Призрак разбрасывает предметы вокруг, выказывая свое недовольство Или просто управляет мальчишкой, вводя окружающих в шоп Сегодня и вы станете свидетелями потустороннего присутствия Которое было заснято на камеру одним из ямайских каналов Внимательно следите за происходящим и делайте свои выводы На самом деле это еще не самое страшное, что происходит с Марком Он говорит, что призрак – это его друг, который умер 4 года назад Он неожиданно появляется уже несколько месяцев И с этого времени его семья, близкие и соседи живут в страхе, не понимая происходящего Йокширский призрак В течение 10 лет я снимал фильм о паранормальных явлениях в своем доме Говорит житель Йокшира, графства в Северной Англии Я никогда не верил в призраков до приезда в этот дом и в те вещи, которые происходили со мной в этом доме Поэтому я решил снимать как можно больше, установив видеокамеры в каждой комнате Вместе с друзьями он просмотрел сотни часов видео и это поразило всех Он выложил видео в интернет, чтобы наконец его увидели и не думали, что парень безумен Как оказалось, дом построен на месте мельницы, где в конце 1940 года вспыхнул пожар, в котором погибло 14 рабочих и их дети А в 1965 году на этом же месте шерстяная фабрика построила дома для рабочих Вы знаете самое страшное, что мои родители до сих пор живут в этом доме Говорит парень, который переехал из этого дома после увиденного Призраки в баре Феникса Владелец бара в Фениксе американского штата Аризона Джимми Олигес утверждает, что постоянно работая в своем заведении Испытывал ощущение присутствия потусторонних сил Может это его богатое воображение, а может просто работа с алкогольными напитками И все же камеры видеонаблюдения его бара засняли призрак маленькой девочки, которая играла в баре после того, как он был закрыт на ночь А Джимми утверждает, что эта маленькая девочка умерла около 80 лет назад Видео повергло в шок не только хозяина, но и его сотрудников По его словам, маленькая девочка и ее семья погибли в отеле рядом с местом его работы несколько десятилетий назад И это еще не все, что засняли камеры видеонаблюдения На пленке периодически появлялись еще два призрака Это призраки людей, которые были убиты из огнестрельного оружия около 20 лет назад Он полагает, что после насильственной смерти души людей, которые были убиты, остаются пойманными в ловушку в его баре С одной стороны, хорошая реклама для любителей потустороннего А с другой, как говорит Джимми, сотрудники приходят, работают А затем, когда происходит что-то неестественное, они больше не возвращаются Джимми Олегис обратился за помощью к Стиву Галлиену И тот вместе с командой охотников за привидениями провел расследование Мы хотели бы увидеть или снять любые свидетельства паранормальной активности Или, возможно, разоблачить деятельность Джимми Олегиса Сказал Галлиен Исследователи сверхъестественного установили свое высокотехническое оборудование После записи команда воспроизвела видео и нашла странную тень По словам охотников, расследование займет месяц, чтобы собрать и зарегистрировать доказательства Привидение заглянуло в китайский бар В последнее время привидения все чаще появляются в барах, ресторанах и прочих увеселительных заведениях Можно, конечно, проследить историю и узнать, к примеру, что все эти помещения некогда пережили Или убийство, или насильственные смерти иного плана В связи с чем в них остались неуспокоенные души умерших С другой стороны, именно в этих заведениях в обязательном порядке установлены видеокамеры наблюдения Которые позволяют зафиксировать паранормальные явления чаще, чем где-либо Вот и в китайском ночном клубе Ката в Сингапуре камера наблюдения на днях зафиксировала активность призрака Ближе к ночи здесь в баре осталось всего трое мужчин Два посетителя и бармен, моющий пол за барной стойкой Посетители попивали спиртное и мирно беседовали Вдруг позади них ни с того ни с сего начал раскачиваться стул, что хорошо видно на видеосъемке Потом он с грохотом падает на пол Естественно, мужчины вскочили со своих мест, прекратив беседу А бармен уборку помещения и с удивлением стали обсуждать ситуацию Один из посетителей поднимает упавший стул И в это время камера фиксирует, как позади мужчин промелькнула беловатая тень привидения Многие пользователи интернета посчитали, что это, по всей видимости, маленькая девочка Которая вот таким образом шалит и играется, поскольку тень призрака сравнительно низкорослая Правда, хозяин ночного клуба, как и его сотрудники, утверждают, что до этого случая Камеры ни разу не фиксировали ничего подобного Да и стулья в баре никогда не падали просто так Как и не было замечено и каких-либо иных паранормальных явлений Остается только предположить, что расшалившийся призрак маленькой девочки Не живет здесь, а просто случайно зашел с улицы Скажем, погреться у костра человеческого счастья Да и заигрался в тепле Призрачная фигура, снятая в Орингтонском ночном клубе Действительно ли это жуткая сверхъестественная видеозапись Или чья-то шутка, выясняли специалисты Необъяснимая видеозапись с призраком, снятым в Орингтонском ночном клубе Была показана одним из американских кабельных каналов телевидения На ней зафиксирован призрак, спускающийся по лестничной клетке коридора ночного клуба Владелец клуба после странной записи на камерах видеонаблюдения Пригласил специалистов для расследования Специалисты отредактировали видео, чтобы сделать его более четким И рассмотрели призрачную фигуру, спускающуюся по лестнице Необычное трясение кадра при его появлении А также движущееся белое пятно Для подтверждения подлинности понадобятся месяцы исследований Но и сам владелец и сотрудники регулярно жалуются на жуткую и неуютную атмосферу в заведении А также множество необъяснимых случаев Таких как странные шумы, включение сигнализации, перебой электроэнергии и громкий стук Человек одержимый духом Сразу мы хотим сказать о том, что вы вправе делать свои выводы И решать для себя, чем является это видео Паранормальной реальностью или чьим-то приколом Всегда было интересно, что такое одержимость духом И может ли злой дух сам вселиться в человека и сделать его одержимым Это видео было снято камерой наблюдения в индийском штате Керала Мы наблюдаем за тем, как со спящим парнем происходит что-то странное На этот раз дух в качестве своего временного обиталища выбирает молодого индийского парня Интересно, как случившееся проявится в обычной жизни и что будет с парнем в дальнейшем Призрак, снятый после ДТП со смертельным исходом Один человек погиб и два ранены в страшной автомобильной аварии Произошедший в одном из городов в Центральной Испании Это видео было снято местным телевидением На нем отчетливо виден реальный призрак, который был пойман на пленку после роковой аварии Призрак в лифте Привидение или призрак в традиционном представлении Душа или дух умершего человека или мифического существа, проявляющегося в видимой или другой форме в реальной жизни Призраки – это загадка человечества, которую издревле пытаются понять, увидеть и раскрыть Вот и следующее видео показывает нам духа, который, по всей видимости, затерялся между мирами Или просто любит покататься в лифте Субтитры создавал DimaTorzok Привидение на заправке Даже и не знаю, вызывали ли агентов в Малдрайскале по поводу произошедшего Но только вам судить, что же это на самом деле На заправочной станции в Парме штат Огайо видеокамеры зафиксировали призрака Синий дух, немного выждав возле подъехавшей машины, полетел за пределы видимости видеокамеры Потом вернулся на исходную, полетел, коснувшись земли, сделал небольшой прыжок, замер на месте и растворился Все выдвигают свои теории, что именно видно на видеозаписи Некоторые говорят, что это полиэтиленовый пакет, другие верят, что это призрак Но владелец заправки, просто счастлив, что это, чем бы оно ни было, больше не возвращается и не распугивает клиентов Призрак Майкла Джексона в его доме Во время прямого эфира известнейшего в США шоу Ларри Кинга было замечено необъяснимое явление Бригада телевизионщиков ввела репортаж, запустившего ранчо И несколько секунд этой съемки уже называют самыми сенсационными в истории шоу Поклонники многократно просмотрели эпизод и считают, что едва уловимая тень в личных покоях певца Это не что иное, как призрак Майкла Джексона Сами журналисты, которые снимали этот репортаж, утверждают, что ничего необычного не заметили Но мировая община поклонников певца переполнена слухами и обсуждает привидения во всех возможных блогах Мы не можем проверить подлинность всех видео и вы вправе делать свои собственные выводы Дайте нам знать, как вы относитесь к таким видео с призраками И поделитесь своими впечатлениями или протестами против всего паранормального Было бы интересно узнать о вашем опыте встречи с призраками Ну а пока все, до новых встреч на канале ТОП ФАКТЫ Спасибо за просмотр ТОП ФАКТЫ